День рождения Ходит там в холод, и он с длинной бородой, и у него белые волосы. А характер, думаешь, какой у него? Он добрый и любит детей. Обычно он заказывает любимый конструктор. Подарки «Добрый волшебник» незаметно оставляет Ване под елкой. Но зачастую многие семьи впускают сказку перед праздником прямо к себе домой. «Бежала сквозь бураны и метели, спешила по сугробам и по льду, чтоб пожелать здоровья вам, веселья и счастья в наступающем году!» С самого детского сада Анастасия выступает в роли Снегурочки на новогодних елках. А дальше актерская карьера, настоящая театральная семья и зимние праздники, умноженные на сто. Каждый год они с супругом дарят для детей из разных семей сказочные представления. Создать правдоподобный образ – половина успеха. Там Дед Мороз пришел без варежек, руки в татуировках. Или Дед Мороз пришел у него в кроссовках пришел. Да, да, да. Да? Или торчали джинсы из-под костюма. То есть он так садился. Либо все хорошо и говорит вроде как Дед Мороз, да. Но ощущение, что он прям замерз сам. То есть как бы и дети на контакт не идут. Грим, костюмы, движения – все должно быть продумано до мелочей. Предварительно актеры подробно расспрашивают о привычках и характере детей. Пишут сценарии для каждой семьи, разучивают роли, шьют костюмы. И все для того, чтобы ребенок как можно дольше верил в чудо. И мне, конечно, это безумно радостно. Видеть, заходить в дома и видеть счастливые глаза детей же. Как они, снегурочка. Видеть, как ты приносишь волшебство в дом. Ну, для меня это такая прям большая-большая миссия. Когда вы говорите ребенку в малом возрасте, что чудес не существует, вы в будущем обрубаете у ребенка веру в себя. Это непременно скажется в будущем. Во взрослой жизни, уверен Алексей, несмотря на напряженный декабрь, своих родных и близких – Дед Мороз и Снегурочка – никогда не обделяют вниманием. У нас заказы были до 12 часов. И мы успевали к 12 часам приходить домой. Мы в костюмы заходили. Всех поздравляли, дарили подарки. А потом уже раздевались, переодевались, садились за стол. У нас всегда семейный праздник есть. Но когда работали, все равно все ждали просто нас. И здесь у них главная роль, особенно с рождения маленькой дочки. Ведь настоящее волшебство новогодней ночи – провести ее с самыми родными и близкими. Вместе дождаться стук в дверь и услышать заветные голоса зимних волшебников. Дедушка Мороз! Ой, здравствуй, внучка! Здравствуй! Здравствуйте, ребятки! Поздравляю вас уже с подходящим, наступающим 2024 годом! Ждете наверняка подарки. Ведите себя хорошо, слушайте родителей. И подарки под елочкой обязательно появятся. Полина Бахова, Олег Мещерский, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».